Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине, а мир через посредников и Верховную Раду его уже не устраивает. Чего же добивается диктатор? Политическая близость между Пу и Си на саммите ШОС. Все интересные моменты и тайные договоренности разберем сегодня вместе с Сергеем Жирновым, а также поговорим о том, почему Орбан после Киева теперь едет в Москву. Сергей Олегович, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте, Анастасия. Привет всем нашим зрителям. Стамбульские договоренности остаются на столе и могут лечь в основу приговорного процесса, заявил Путин. А также он сказал, что прекращение огня без достижения договоренностей по Украине невозможно. Давайте послушаем. Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Премьер Венгрии Орбан, когда был в Киеве, он просил о прекращении огня. Я же не думаю, что он сам мог это предложить. Почему тогда Путин отказывается? Нет, как раз Орбан, когда приезжал в Киев, он предлагал сам. То есть нельзя говорить, что Орбан — это такая собачонка, которая гавкает, потому что ему говорит, что это делает Путин. Это всё-таки карикатура. Орбан в этом смысле является достаточно самостоятельной фигурой, чтобы иметь своё собственное мнение. Но вот это собственное мнение его совпадало с мнением Путина. Это не означает, что Путин ему прямо приказывает. Просто это мнение Орбана, он считает, что оно правильное. А у него ни одного такого мнения есть. Есть ещё другие политики, которые говорят о том, что надо выходить на какие-то переговоры. Папа Римский, Трамп тот же самый говорит о своём каком-то мирном плане. Си Цзиньпинь говорит о своём мирном плане. Мало ли кто говорит о каких-то мирных планах. Путин всё, что говорит, мы убедились неоднократно, он всегда переворачивает ровно, зеркально. То есть всё, что на самом деле делает Российская Федерация и все претензии, которые можно предъявить к Российской Федерации, он их всегда зеркально предъявляет либо Украине, либо западному лагерю. И в этом смысле здесь ничего нового нет. В этом смысле этот ответ как бы тому же самому Орбану. Потому что вот Орбан, когда приехал к Зеленскому, он сказал, что надо там прекратить обстрелы, и тогда будет проще и быстрее заключить мир. А Зеленский ему сказал то же самое, что сказал Путин. Ну а как вы себе представляете? Вот мы прекратим, значит, если нет гарантии, что противная сторона тоже прекращает, это что значит? Она, значит, тогда использует это время для того, чтобы довооружиться, для того, чтобы докомплектовать свои разрушенные части и так далее. То есть Путин, всё, что он сказал, это абсолютно относится к нему напрямую. Вот это вот как раз то, что Зеленский сказал Орбану в ответ на предложение про это, значит, прекращение. То есть, в принципе, это разговор ни о чём. И больше того, Зеленский ещё добавил одну вещь от себя. Он сказал, что а как можно верить Путину? Вот где у нас то Путин, это человек, с которым вообще можно договориться. Да, потому что он же уже сказал, допустим, во Вьетнаме, что Российская Федерация никогда не выведет свои войска с территории Украины. Украины, Украины, вот. И о каком, значит, мирном плане с Путином, который это сказал, вы можете говорить. Потому что какому Путину вы верите, вот который говорил, что мы не, на нас не нападали, да, и что, значит, мы ни на кого не нападали, это на нас напали. Вот с этим Путином вы собираетесь верить и вести переговоры. Путином, который нарушил подпись Российской Федерации под Будапештским меморандумом, это вот с этим Путином вы собираетесь заключать какие-то переговоры. А где гарантии, что он не нарушит эти соглашения точно так же, как он нарушил Будапештский меморандум? Вот, то есть вот о чём идёт речь. То есть этот разговор был ни о чём. То есть сказать-то можно красиво, да, вот мы там за мир, за дружбу, мы за то, чтобы перестали убивать людей. Это может сказать кто угодно. А практически-то это во что выливается. И вот вы правильно в подводке сказали, что Путин после Зеленского поедет к Путину. Так ему надо было сначала к Путину поехать, а потом к Зеленскому. Потому что сначала надо с агрессором говорить, а потом уже с жертвой агрессии. А он сначала к жертве агрессии приехал и говорил, ребята, ну ладно, поднимите лапки, сдайтесь, и наступит немедленный мир. А когда ему Зеленский сказал, ты о чём вообще? Ты как о себе можешь представить? Но Орбан тогда сказал, ну теперь вот я должен к Путину съездить и ему что-то там предложить. То есть, в общем, ну понятно, что это разговор ни о чём. Всё же, если говорить об этой поездке Орбана в Москву, то как вы думаете, какие предложения он может передавать? Почему он вот именно сейчас к Путину собрался? И почему не анонсировалось во время визитов Киева то, что Орбан поедет к Путину? Орбан занимается своим собственным пиаром. И Орбан идёт по стопам Трампа. Потому что для Орбана главным лидером западным является Трамп, который ещё не избран. И Орбан слышал, что Трамп говорил, что я, ещё не будучи избранным, я прекращу эту войну за 24 часа. Вот Орбан пытается сделать то, что Трамп ещё даже не собирается делать. Вот и всё. И Орбан сказал, что я должен поговорить с Зеленским, а потом я должен поговорить с Путиным. И вот Орбан делает абсолютно то, что сказал Трамп. Просто разница очень маленькая в том, что Трамп, если он будет избран, то он будет избран во главе государства с внутренним валовым продуктом в 27 триллионов долларов. А Венгрия — это вообще мизерное государство, которое на карте даже в экономическом плане увидеть невозможно. И поэтому к тому, что говорит Орбан, отношение совершенно не такое, как к тому, что говорит Трамп. Вот и всё. Опирается этого Орбана никто не запрещает. Кто ему запрещает съездить в Киев и в Москву? Никто не запрещает. Венгрия сейчас вступила в председательство в Совете ЕС на 6 месяцев. Ему надо показывать, что он предпринимает какие-то шаги. Вот он предпринимает шаги. Потом скажет, ну вот я ездил к одному, ездил к другому, они ко мне не прислушались. Извините, вот я всё, всё, что от меня зависело, я сделал. Теперь делайте сами. Вот и всё. Вот и вся политика Орбана. Кстати, Путин считает бессмысленным обращаться к Верховной Раде, чтобы вести переговоры, и в то же время его не устраивают и посредники. Хотя ранее мы помним, как Путин очень активно намекал на то, что он готов вести переговоры со спикером Радой Стефанчуком, и он даже там изучал Конституцию Украины. А что поменялось сейчас? Поменялось очень просто. Когда он эти измышления озвучивал, его просто все послали. И поскольку его просто все послали, ну вот туда, куда, понимаете, да, я не буду это озвучивать, иначе потом наш этот ролик YouTube забанит. Вот. И всё, ему теперь надо делать хорошую мину при плохой игре. Он сказал, ну поскольку меня, но он не может сказать, поскольку меня послали, я теперь, так сказать, с ними разговаривать бессмысленно, потому что меня все послали. Но это так. То есть просто он пытался найти, он пытался вбить клин в украинское общество, и он пытался столкнуть лбами значит, Верховную Раду Украинскую и Офис Президента, и Президента. Ему это не удалось. Поскольку ему не удалось, он теперь пытается эту тематику расширить немножко, и пытается теперь вбить клин между украинским народом и Верховной Радой, и Офисом Президента. И сказать, что вот, там, типа, у вас не с кем разговаривать. Давайте я там с вами, с народом буду разговаривать напрямую. На что народ ему тоже говорит. Ему уже однажды говорили там, вот люди, которые сидели на острове Змеиным, они, так сказать, универсальную формулу обращения с российским захватчиком, они вывели. Значит, русский военный корабль, иди куда там. Вот, вы даже марку по этому поводу выпустили. И марка была очень популярной и остаётся очень популярной. Вот ему Зеленский сказал Орбану, вот, куда надо идти за русским кораблём. Значит, в Верховной Раде Путину сказали, что надо ему идти за русским кораблём. Вот, и всё. И теперь ему приходится изменять свою риторику. И теперь пытается он, теперь может, обратиться к украинцам, которые, ну, там, устали от войны, если сказать им, намекнуть на то, что, ребята, давите на своё правительство, давите на свою Верховную Раду, потому что, видите, вот они не хотят умно разговаривать. Саммит ШОС был в Казахстане. И тут особенную политическую близость между Си Цзиньпином и Путиным нам показал путинский любимый мальчик Паша Зарубин. Я предлагаю посмотреть. Удивительно, но близость двух стран проявляется даже в этом. Китайские хунци, Си Цзиньпин и российский аурус Владимира Путина припаркованы вместе. Посмотрите, насколько близко друг к другу. Вот так вот, припаркованные автомобили – это уже всё. Дружба на века. Нет, вы знаете, я испугался, когда вы мне сказали, что Паша Зарубин показал, что у них там у Си и у Путина была близость. Это он как-то писал видео. Очень смешная штука, потому что я ждал кровати, вот у них будут вместе стоять прямо в одном номере, или там они в одной кровати будут спать. А у них, значит, аурусы и китайские членовозы стояли вместе, поэтому у них близость Паша увидел. Вот, это очень смешная штука. Он дурак, конечно, в общем, это понятно совершенно. Вот, потому что такие вещи, ну, нет. Ну, это глупость просто по-человечески. Вот посмотрите, как они близки. У них, значит, машины поставили даже вместе. Потому что, строго говоря, если бы там Путин и Си Цзиньпин за рулём приехали бы, куда-то там и машины, да. А это, значит, казахстанцы им сказали, вот машина китайская будет стоять здесь, российская будет стоять здесь. А Паша увидел, что они стоят вместе и говорит, вот, видите, близость. Ну, в общем, это смешно, конечно. Это всё ни о чём. Кстати, этот саммит, это тоже такая тусовка просто, такая приятная тусовка. Значит, опубликовали меню там у них такое, видите, красивое меню, чтобы у всех там, значит, слюньки потекли. Вот. На самом деле, кроме этой тусовки там ничего нет. Это как раз объединение, почему в него так радостно все вступают, с таким желанием туда ездят, потому что это ни о чём. Это, грубо говоря, просто, ну, потусовались, значит, поговорили, послушали какие-то слова, значит, пофотографировались вместе, вот, и всё. Это вот как большая двадцатка, примерно такая же штука. Вот двадцатка, Брикс, вот эти вот шоссы, это примерно одно и то же. Но Путин, наверное, не знает, что Си Цзиньпин сейчас строит железную дорогу в Европу, в обход России, в пределах китайского проекта «Один пояс, один путь». И он как раз договорился с Китаем, с Кыргызстаном, Узбекистаном, и это хороший такой, ну, извините за слово, подсрачник, наверное, Путину, потому что теперь все товары будут обходить Россию, и средства за транзит товаров, они будут также и обходить казну Российской Федерации. Ну, Путин это прекрасно знает, Путин это отлично знает, и поэтому ему, конечно, это очень неприятно. Вот, но сделать он ничего не может против этого дела, потому что Китай, безусловно, экономически в десять раз больше Российской Федерации, он уже давным-давно заключил эти соглашения. И есть даже одна страна, Центральная Азия, Туркменистан, которая даже не хочет играть в эти игрушки с шоссом всяким. Она просто в него даже с самого начала не стала входить, потому что они считают, что это не та организация, в которую надо было входить. Вот, это такая пустая скорлупа, которую каждый направленно наполняет тем, что хочет. Китайцы наполняют своим содержанием. И, кстати, в последнее время, я вам напомню, что это все-таки называется Шанхайская организация. У нее штаб-квартира в Китае находится. Там, конечно, есть российские чиновники, и чиновники от каждой из стран, которые входят в эту организацию. Но основная все-таки бюрократия находится в Китае, и поэтому у Шосса инициатива китайская в основном. Тем более в этом году, значит, на год Китай будет председателить в этой организации. И Путин даже когда встречался с Такаевым, вот он, значит, у них там был такой разговор, вот типа, ну вот вы, значит, Хасим Жамарт, председатель в Шоссе, затем в ОДКБ, а я зато в БРИКСе и зато в СНГ. И вот мы с вами такие крутые мужики, такие все председатели. Но это разговор, тоже, в общем, детский абсолютно разговор, потому что и те, и другая, и третья, и четвертая организации, это организации ни о чем. Вот НАТО — это организация о чем? Даже ООН — это организация о чем? Потому что это все-таки всемирная организация, которую признают все. А это просто клуб по интересам. То есть, ну, грубо говоря, когда вам предлагают, слушай, есть вот тут клуб открылся какой-то, ну, практически членство ничего не стоит в нем, там три копейки. Здание хорошее, народ какой-то там более-менее приличный, там кормят хорошо. Вот давай там это, вступай. Ну, они говорят, ну, сколько стоит? Ну, там три рубля. Ну, давай, ладно, вступлю, никаких проблем нет. Вот это вот об этом, да? Потому что, если вы посмотрите объем, значит, торговли, Китай — это почти 18 триллионов ВВП. Значит, ну, Россия 2 триллиона, то есть в 9 раз меньше, чем Китай. Индия — это там 6-7 триллионов долларов ВВП. То есть, на самом деле, Китай и Индия — это в 20 раз больше, ну, не в 20, а в 15 раз больше, чем в Российской Федерации. И совместная торговля внутри этого самого ШОСа между всеми членами СОСа — это 19 миллиардов долларов. 19 миллиардов, миллиардов. То есть, на там три порядка меньше, чем их потенциальный ВВП. То есть, это ни о чём, на самом деле. Это пустая, абсолютная пустышка. Но всем приятно. Вот там Генсек туда приехал, там приехало несколько руководителей международных организаций. Вот они, значит, все там. Вот Беларусь, там, десятым членом встретили, приняли. Там шесть наблюдателей. Там Монголия, Турция, там, я не знаю, там ещё кто-то, там, арабы какие-то, там, Саудовская Аравия, там, Египет подключаются. Но это тусовки. Всем приятно потусоваться в хорошем месте, поесть вкусно, там, я не знаю, сделать какую-то пресс-конференцию, сфотографироваться на фоне флагов. Это разговор ни о чём. А то, что, кстати, Беларусь присоединилась к этой организации, здесь есть какие-то угрозы? Нет, угроз никаких нету. Это просто приятно в Беларуси, потому что её всё-таки приняли в какую-то организацию личную. Потому что Лукашенко, в общем, он же тоже такой же человек, который находится под санкциями всякими. Вот, и если есть какая-то организация, в которой тебя ещё куда-то там принимают, почему бы нет, вот, его приняли, потому что Китай же всё-таки с ним имеет какие-то там всё-таки программы. Но с другой стороны, посмотрите, вот вы правильно сказали, что вообще Китай собирался, у него было несколько вариантов транспортировки по суше своих грузов в Европу. Потому что для Китая самый главный рынок, вот если брать из всего мира, это европейский рынок прежде всего, потом американский рынок и потом азиатские рынки вокруг него. С азиатскими рынками всё просто, там по морю всё можно возить или в соседние страны по суше. А вот с Европой далеко, потому что надо окружным морским путём, вот, а там хуситы какие-то пускают ракеты теперь на пути к Суэцкому каналу, или вокруг Африки там что-то далеко. И поэтому Китай ищет какие-то иные пути. И одним из путей была, кстати, Российская Федерация. Но Китай подумал, подумал, подумал и решил, что нет, что-то Россия не является стабильной страной. У неё плохие железные дороги, там заторы. Там она не может построить специальную дорогу для Китая, которая будет работать только на китайские товары. Она слишком длинная, это обходной путь. Гораздо прямее путь через Центральную Азию, потому что вот Центральная Азия, потом дальше Турция и всё, и уже Европа. То есть это гораздо ближе, это в два раза ближе, чем через Россию, а может быть даже и в два с половиной раза. И всё. И Китай, когда принял это решение, то есть ничего Путин там мог сказать. Но Беларусь, как какой-то участник этого пути, где-то там в конце, Китай его рассматривает. Но другое дело, что посмотрите, на этой неделе или на прошлой неделе Польша и Литва, учитывая то, что Лукашенко делает творительные границы, они просто закрыли свои пограничные пункты. И всё. И китайские товары, которые были в хабе, которые создали логистические в Беларуси, они все встали, они не могут попасть в Европу, потому что Беларусь находится под санкциями. И поэтому Китай, Беларусь в этом смысле, ну вступить, пусть она вступает, какие проблемы, но в экономические схемы её подключать дальше не будут. То есть шелковый путь — это будет, значит, Центральная Азия, дальше Турция, дальше Болгария, и всё, и дальше Европа. Уже Болгария — это уже Европейский Союз. И всё, и вперёд, и никаких проблем нет. Сергей Олегович, ещё интересно то, как встречали Путина в Казахстане, да, вот восточной культуре почести, это не только элемент внимания, но и определённого статуса гостя. Потому что вот китайского лидера они встречали как верховное божество. Такаев лично приехал встречать Си Цзиньпиня, там и разные развлечения были, и духовые оркестры, и авиашоу. А вот бункерного деда встретил только премьер, и который, по сути, его просто провёл к месту проведения этого саммита. О чём это свидетельствует? Ну, там даже ещё хуже было, даже он не к месту саммита, а он провёл его к его машине. Там, значит, машина стояла рядом с самолётом, он провёл его 30 метров до машины, и дальше Путин поехал уже на своём аурусе, туда, где он должен был жить там и встречаться, и дальше уже встречи в Дворце Большом. Вот. Для Казахстана они обставили, они сделали очень дипломатично, они сказали, что Си Цзиньпинь едет с государственным визитом. То есть он приехал раньше, и ему устроили совсем другие почести, потому что государственный визит — это высший уровень визита. Вот так же, как Путину, кстати, китайцы устроили государственный визит, и потом, когда он был в КНДР, тоже уровень государственного визита. Вот. И поэтому, естественно, сам Такаев лично приехал в аэропорт. Кстати, во все предыдущие поездки Такаев всегда к Си Цзиньпинь приезжает лично в аэропорт. Вот. А Путина послали премьер-министр. Это ему еще повезло, потому что Алиева там встречал вице-премьер. И еще кого-то там из вот таких помельчих гостей, там монголов, там встречали на уровне вице-премьера, а даже не премьер-министра. Вот. И, ну, отмазка была такая, что вот у Си Цзиньпинь был, накануне саммита ШОС был государственный визит в Казахстан, и поэтому его встречали на совсем другом дипломатическом уровне. Ну, чтобы ответить вам, так сказать, что это, на самом деле, не специально так сделано, вот просто чтобы унизить Путина, Такаев пригласил Путина в ноябре месяце посетить Казахстан с государственным визитом, вот с таким же государственным визитом, как Си Цзиньпинь. Но сказал, что, вы знаете, у нас там будет заседание ОДКБ в ноябре месяце, вот давайте мы совместим ваш государственный визит и, значит, ваш приезд на саммит ОДКБ. Вот, и таким образом он вот в следующий раз он приедет его принимать в ноябре, если всё это дело состоится, если все доживут, если ничего не изменится кардинально, то в следующий раз приедет Такаев в аэропорт встречать Путина, когда тот приедет с государственным визитом. Ну и, как всегда, журналисты обращают внимание на состояние Путина, как он выглядит, как он говорит, как он там жестикулирует. И вот есть видео, и на том видео как-то Путин, ну, очень совсем неважно выглядит, вроде как поправился. И мы с вами неоднократно говорили в наших вирах, что у Путина есть там двойники, некоторые могут ездить на разные протокольные мероприятия. А какие гарантии, что вот настоящий Путин, мы помним, генерал СВР говорил, что он умер, в морозильнике лежит, а вот действительно на такие подобные мероприятия приезжает именно двойник? Нет, я не думаю, что это так, потому что, в общем, слишком много народу. И, вы знаете, если бы на международном уровне был какой-то двойник, то все разведслужбы были бы в этом абсолютно в курсе. Ну, кстати, Валерий Дмитриевич Соловей и генерал Сверд, они говорят, что они все в курсе, им просто пофиг. Вот. И я на самом деле в этом смысле объяснял мою тоже позицию, что президент Российской Федерации это, с одной стороны, вроде человек какой-то, а с другой стороны, это функция. И вот пока эту функцию президент Российской Федерации признает международное сообщество, даже если всем знали, что Путин, допустим, мёртвый. Вот представим себе ситуацию, что они правы, Соловей и генерал СВР, и что действительно Путин мёртв. И вот если бы такое случилось, и международные страны сказали бы, мы не признаём больше этого человека, который похож на Путина за главу государства, и, пожалуйста, к нам его не присылайте, вот тогда всё бы изменилось. Вот. Но поскольку никто этого не сказал, то разницы никакой нету принципиальной, потому что функция главы государства признаётся всем международным сообществом абсолютно на 100%. И вот этого упорно не могут понять ни генерал СВР, ни Соловей. Потому что они говорят, они вот тупо, ну, поскольку они объявили о том, что Путин умер, и они считали, что они, объявив это дело, они создали, кстати, тогда международную сенсацию некоторую, и они считали, что вот всё поставят под вопрос легитимность Путина, ну, значит, и так далее. Я вам отвечу очень просто. Вот смотрите, если бы это было правда, то первая страна, которая заинтересована объявить о том, что никакого Путина нету, на его месте стоит двойник, и вообще этот человек абсолютно нелегитимен на посту в руководстве Российской Федерации. С одного раза, сгадайте, этой страной является Украина. Ну, кстати, потому что вы... А Вашингтон нет? Нет, нет. С одного раза, вот самая страна, которой это было бы больше всего выгодно, вот Путин, о чём последние два месяца говорит? Что президент Зеленский, у него закончился срок, не был... Президент Зеленский нелегитимен, поэтому надо общаться с председателем Верховной Рады, а если не с председателем Верховной Рады, то вообще не с кем общаться, да? Вот, казалось бы, в ответ на это дело президенту Зеленскому надо было сказать, а вообще Путин умер 26 октября, нет никакого Путина. Нет никакого Путина. Но ведь Украина об этом не говорит. Правильно? А что, в Украине нет хорошей разведки? Вы что, не доверяете Кириллу Буданову? Я, например, считаю, что Кирилл Буданов вполне себе профессиональный человек. Это военные разведки, и у вас там, значит, кто там, Литвиненко, который во главе... И Малюк, значит, во главе СБУ, и Литвиненко во главе СВР вашей. Все они, ни один из них не говорит, что этот Путин, на самом деле, никакой не Путин, а двойник. А вот, казалось бы, для Украины это было бы первое. Вот если бы это всё работало, то вот 27 октября прошлого года первой бы страной, которая подключилась и сказала бы к тому, что вот больше нет никакого Путина, а значит, не с кем вести войну, значит, надо прекращать войну. Всё, эта война была война вот этого Путина, Путин её развязал. Но в Украине же ни одного государственного человека и ни одного представителя спецслужб, который этот вопрос не поставил серьёзно. Тем не менее, кстати, Кирилл Буданов говорит, что у Путина есть двойники. Да, у нас есть подозрения, у него довольно большие сомнения. Вернее, сомнения в том, что у Путина есть двойники, двойники у нас нету. Но это двойники технические. Вот там Мариуполь послать и снять видос о том, что якобы там Путин сидит за рулём автомашины и, значит, там мимо него проходят сорокатонные фуры, которые могут смять эту машину в одну секунду, в лепёшку, а Путин сидит в этом машине за рулём, в это поверить никто и может. Такие технические двойники у него безусловно есть. И чтобы собралось 16 руководителей значимых государств и говорили бы с каким-то двойником, в это поверить кто не может абсолютно. Прежде всего, Украина. И Украина ни слова никогда не сказала в подтверждении версии генерала СВР Иволяя Дмитриевича Соловья. А это значит, что на самом деле эта версия нереальна. Если говорить о двойниках, то действительно Буданов говорил, что есть у Путина двойники, есть бункеры, мы даже, возможно, знаем, где они находятся. И, кстати, вот Путин недавно ездил по России, там снова обнимался со всеми россиянами. Я думаю, что, скорее всего, там точно был двойник. Если говорить о них, то кто ими управляет? Это спецслужбы? И если да, то какая именно? Чья это большая специфика? ФСБ, ГРУ? Нет, здесь совсем не то. Это ФСО. И даже не просто ФСО, а служба безопасности президента. То есть это люди, это служба, которая находится, значит, ФСО — это Дмитрий Кочнев, бывший охранник Путина, и Алексей Рубежной, который руководит службой безопасности президента. Это вот тот человек, который садится с ним в аурус, там перед ним, в генеральском иногда мундире, а иногда без генеральского мундира, и Путина охраняет 5000 человек. И, безусловно, если у него есть технические двойники, то они являются офицерами ФСО и офицерами службы безопасности президента. Это именно эта служба. Их охраняет примерно так же, кстати, как и Путина, заботится об их безопасности, заботится о секретности их существования, об их проживании, об их снабжении, об их семьях, если у них есть, но я думаю, что у них семей никаких нету, и так далее и тому подобное. То есть, конечно, это исключительно служба безопасности президента. Это никакая не ГРУ, это никакая не ФСБ, никакая не СВР, потому что это слишком далеко от Путина. Им занимается непосредственно служба, которая занимается его личной безопасностью. Вот Путина все охраняют и занимаются его безопасностью, а вот о безопасности россиян как-то никто не думает. Вот губернатор Белгородщины Гладков, он продолжает насмехаться над местными и не могут обеспечить защиту своих граждан, и он говорит, что вы должны сами о себе позаботиться, но только мы вам дадим огнетушитель, и вот этот раз Гладков сказал, что будут выдавать еще и помпы. Давайте послушаем. Огнетушители раздают, но этого недостаточно, так как дронов много, имущества дома горят, что можно сделать для того, чтобы помочь спасти свое имущество? Отвечаю, начиная с понедельника будем раздавать специально разработанные мобильные установки, в которые входят помпы, емкость для воды, шланги для тушения, шланги для подачи воды, шансовый инструмент, спецодежда. Все это на небольших автомобильных тележках. То есть спасатели к вам не приедут, но вы сами себя спасаете. Ну и по поводу огнетушителей, то вот бабе Шуре тоже достался огнетушитель, чтобы она самостоятельно тушила пожар от ракетных или дроновых ударов. И давайте мы посмотрим, как она радовалась такому подарку. Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре, 1984 год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. Но это же действительно издевательство. О чём это говорит? Ну, с одной стороны, конечно, издевательство. Это говорит о том, что он чиновник. Он чиновник, что если бы он ничего не делал, ему бы сказали бы, ты бросил своё население на произвол судьбы. И поэтому он делает так, как это делали при Советском Союзе. Вот им всем раздали огнетушители. Баба Шура, у тебя есть огнетушители? Всё, значит, если у тебя дом сгорел, то претензии теперь к тебе. Потому что пожарных нету, пожарные всё равно не доедут. Россия большая страна, пока там будешь ехать. Вы помните, когда где-то в Подмосковном, во Фрязино, там горел какой-то завод. Там выяснилось, что и лестницы никаких нету, и машин-то пожарных нету. Надо было там откуда-то их гнать с другой стороны Московской области. И поэтому чиновничьи галочку поставили. Каждому выдали огнетушитель. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Если не получилось, то претензии к самим себе. Мы вам огнетушители выдали. Мы вам в этой тележке автомобильной выдали. Теперь цепляйте, подключайтесь к своей собственной воде. Заботьтесь об этом делу. У нас на всех пожарных не напощёншись. А что будет происходить дальше, если таких ударов будет ещё больше? И вот мы видим, в Крыму сейчас тоже туристический сезон, ну и сезон хлопков продолжается. Скоро F-16 должны появиться в воздухе. Они как-то к этому готовятся? Ну вот они заранее подготовились к этому делу. Ну, с Крымом-то гораздо всё хуже, потому что Крым, так сказать, целенаправленнее бьётся, потому что всё-таки в Белгороде, по-моему, нет символики в Белгороде. То есть по Белгороду бьётся логистика, та, которая наступает, и та, которая снабжает российскую армию с севера. А Крым — это всё-таки символика, потому что с этой символики начинался захват украинской территории в 2014 году, и по Крыму украинские войска бьют совсем по-другому. То есть там совсем другая направленность. Ну, видите, они же, там же у них какие-то всё-таки есть ещё люди, которые до сих пор ездят туда отдыхать. Ну, это вроде бы там сейчас на треть снизились эти, или там на четверть снизились путёвки, но всё равно какие-то люди туда всё-таки едут ещё. Ну, Россия большая, дураков много. Талибы являются союзниками России в борьбе с терроризмом, заявил Путин. И, по его словам, Российская Федерация получила сигналы от движения готовности вместе работать на антитеррористическом треке. А чем могут талибы помочь Путину ещё больше организовать терактов в России? Ну, как вот это немножко парадоксально, но на самом деле это не совсем не так, как может показаться. Потому что действительно талибы ведут собственную борьбу, потому что у них, например, есть борьба с ИГИЛом. Да, у них есть борьба с иранцами. То есть на самом деле талибы, например, когда первый раз приходили к власти в Афганистане, они боролись с наркотрафиком и с производством опия и героинь. И в первое своё правление они практически даже добились огромных успехов, то есть они практически прекратили производство опия в Афганистане. То есть в этом смысле у них есть какая-то… Но они это делают со своих собственных позиций. То есть они, с одной стороны, вроде борются с наркотрафиком, потому что по идеологическим мотивам, то есть они говорят, что наркотрафик не соответствует Корану, не соответствует их видению ислама и так далее. Но при этом они всю страну загоняют в Паранжу, всю страну загоняют в какие-то шариат и так далее. То есть только в этом смысле сотрудничество Российской Федерации с талибами может иметь какую-то действительно цель по принципу «враг твоего врага, моего врага, мой друг». И вот если и талибы, и Российская Федерация борются с ИГИЛом где-то, то, в принципе, они могут найти взаимопонимание, потому что для ИГИЛа талибы являются тоже врагами. Сергей Олегович, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня и напомню, что Сергей Жирнов был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, напишите обязательно комментарий, поддержите наш стрим, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok